привет сегодня очень жирный выпуск сегодня у нас 3 220 крана поговорим какие они бывают и еще несколько вопросов разберем сегодня почему люди за 2 и 5-3 миллиона рублей не покупают себе camry lexus и и bmw а покупают эту машину следующий вопрос почему в тренде 220 кран и куда пропал 210 кузов почему его нету на обзорах следующий вопрос какие седаны везутся аукционов японии что сейчас популярно и самый последний вопрос почему я себе не куплю эту машину поехать первый вопрос техничка 220 кран есть три версии мотора двушка turbo 2 и 5 плюс гибрид 3 и 5 плюс гибрид других вариантов нету нету отдельно 2 и 5 атмосферы либо 3 5 2 джер или 8 джер просто атмосфера только в связке гибрид и у нас есть двушка turbo это самый базовый мотор в краунах с 2 и 5 мотором плюс гибрид есть версия на заднем приводе и есть версия на полном приводе полный привод реализован не к в кроссоверах или у всяких волфайеров альфардов а у них идет кардан который крутит заднюю ось и привода в передние колеса давайте начнем с самой базовой версии это двушка turbo здесь у нас небольшой четырехцилиндровый мотор 8 а r на 245 лошадей работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом этот мотор нам знаком уже давненько по таким автомобилям как nx 200t rx 200t они его ставят и на кроссоверы на седаны но в седанах у него больше на 10 лошадей потому что в кроссоверах идет на ум на двести тридцать пять лошадей и на кроссоверах там ставят его в паре 6 ступом автоматом вот для седанов чуть чуть больше сил и плюс 2 передачи также этот мотор идет в gs 200t в is 200t и в других седанах от лексуса у тойоты в седанах больше этого мотора нигде нету переходим к топовым версиям это у нас 358 g это новый мотор который идет на lc на ls ах это обновленная версия 2g здесь идет 299 лошадей плюс планетарный редуктор планетарная трансмиссия и по-разному называют drum и вообще называют вариатор вот это планетарный редуктор как говорят ребята из гибрида крутящего 356 у бензинового мотора и у гибридной установки это 300 ньютона метров мощность гибридной установки 132 киловатта не хватает только 2 и 5 версии там у нас мотор а 25 а плюс то 5 киловатт гибридная установка тот же сам мотор идет на гибридный харьерах на гибридной камри на гибридном nx и 2 и 5 этот же мотор идет на камри дилерской но только без гибридной установки давайте посмотрим третьего третий crown это у нас 3 и 5 мотор 8g обновленный 132 киловатта гибридная установка работает также на плане тарной трансмиссии у нас здесь в 6 у нас 299 лошадей других версий по лошадям нету предыдущий обзор на 220 экран как раз таки он был на 3 и пятую версию плюс гибрид я его весь обзор сравнивал со своим 3 и 5 джессом и пришел к выводу что в плане технических характеристик он безусловно на голову выше там мотор 8g в лексусе уже старый мотор новая батарея в общем все по-другому настроена эта машина едет минимум на секунду быстрее и я потом сел вечером своего джесса нажимаю педаль и прям не то и я вот где-то наверное один день прям вот скучал по крауновской динамике вот это самый топ вообще в 220 кузове 35 задний привод плюс гибридная установка crown с 2 и 5 мотором будет очень сбалансированная машина для разных целей все-таки 2 литра турбо хоть он и является базовой версией у краунов ты с него получаешь только кайф от работы турбомотора то есть в начале в середине на самых верхах то есть ты кайфуешь ты чувствуешь что у тебя не просто 2 и 5 атмосферка плюс гибрид а вот именно маленькая турбина здесь она не такая большая как на старых 2 и 5 gz и прочих турбовых мощных автомобилей здесь конечно уже современные технологии но все равно это турбо автомобиль кстати очень интересно еще куда географически поедут эти автомобили вот этот останется в приморье белый turbo черный 3 5 поедет у нас южно-сахалинск то есть это снежный регион и наверное зимой он не будет эксплуатироваться либо когда дороги там очень хорошо чистят дороги но снежный регион они прошли этот опыт десятилетиями просто и белый он тот 35 красавчик я даже не знал что крауны могут так далеко заехать это у нас будет кемеровская область город прокопьевск я считаю то что 220 крауна очень удачный выбор моторов для этой модели то есть есть два литра turbo есть две гибридных версии одна из них на полном приводе плюс гибрид плюс 2 и 5 мотор нету атмосферных моторов 2 и 5 и 3 5 поэтому люди покупают в принципе все это показывает то что все-таки тойота удачно выбрала модели и нету богом забытой какой-то технической связки которые покупают раз 500 лет вот покупают все ребят выбирайте наслаждайтесь кайфуйте следующий вопрос который мы разберем почему пропали 210 экраны и почему в тренде 220 они же дороже отвечаю 210 кузов закончил выпускаться в мае 2018 года то есть их просто меньше на аукционах и соответственно когда модель заканчивается какой-то кузов заканчивается это не в первой машине наблюдая люди кому нравится кузов кому нравится какие-то технические решения в этом кузове реализованы они прям дают денег в гору и соответственно сейчас цены на 210 кузов очень высокие то сейчас за сейчас конец 21 года рояль стоит от 2 миллионов рублей атлет стоит 2.2 миллиона рублей ну это прям дорого а за 2 и 4 миллиона рублей можно купить себе 220 на турбине у построить на этого красавчика 200 тысяч добавляешь и ты покупаешь не предыдущий кузов 210 а вот ну какие-то уже новые технические решения там в плане всего в плане салона визуала там электрики то есть другая машина плюс 200 тысяч рублей следующий вопрос какие седаны везутся аукционов японии сейчас их осталось прям вообще немного и разные факторы на это влияют ну давайте начнем прям по списку то есть на первом месте это все-таки крауны везут сейчас это немножко двести десятых 220 разные моторы во всех вариациях но кран все-таки держит первое место второе место держит honda аккорд cr6 cr7 на третье место я поставлю лексус и наверное все седаны это джессы айс и везут и 2 и 5 и 3 и 5 версии но бюджеты там выше чем у тойоты и у хонды смотрите а nissan skyline свое время ну просто это культовая машина но сейчас 37 кузове она абсолютно не популярна они туда поставили двухлитровый мотор от мерседеса тем самым вообще убив интерес я думаю не только российского пользователя а вообще любителей этого автомобиля по всему миру такое решение от nissan honda легенда бомбовая машина до сих пор ее вспоминаю просто как мы катались по хабаровску снимали обзор но 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 все-таки машина не популярна тоже абсолютно потому что это бюджет у нас но сейчас ближе к 3 миллионам рублей и люди не готовы за хонду именно отдать такие деньги хотя по технологиям по мотору вообще какие идеи инженерные реализованы хондой в этом автомобиле вот эти машины в них вообще никогда такого не было и все равно люди просто вот стереотипны что honda не может стоить столько денег следующий вопрос почему люди за два спиной тире три миллиона рублей покупают toyota crown они покупают какие-то седаны от лексуса бмв пятерки бмв тройки и камри наконец-таки потому что они есть на гибриде 70 красивые кузова мне они очень нравится визуально почему люди покупают себе все-таки crown это мой ответ он субъективный и на самом деле с реальностью он может не совпадать я считаю то что лексусы первое у людей все-таки стоит барьер лексус на правом руле купить немножко такое себе лучше купить официала купить бушный но на левом руле вот непопулярное решение почему не купить джесса за там два и пятеро и три миллиона рублей можно купить два и пятого джесса можно купить три и пятого джесса первое это старые уже технологии там стоит старая батарейка там стоит старый мотор 2 джер там стоит мотор 2 ар а здесь а 25 а в 2 и 5 версии вот то есть агрегаты староваты но даже дело не в этом просто машин стало меньше потому что 2 и 5 3 5 джессов вот прям днем с огнем не сыщешь почему не покупают бмв на том же правом руле потому что в предыдущем видео на бмв я сказал что за место 2 и 5 лексуса за 2 и 5 миллиона рублей я бы взял бы бху пятерку в м пакете реально я так считаю мне понравилась машина я прям своему другу сани который купил джесса 2 и 5 сказал блин сани на было бмв брать она вообще крутая то видите нера как женщинами да то есть когда проходит какая-то красотка вау вот это у нее там вот это все у тебя с какой-то определенный опыт там месяц полгода и ты такой блин да она же вернусь каяк своей дашки которая попроще но вот такая девчонка я думаю с этими машинами то же самое то есть поэтому не исключаю что вы увидите на моем канале что я купил себе какой-то европейский бренд на правом руле я такой буду вначале вот сейчас проверим покайфуем в итоге потом я меняю какой-то блок за пятьдесят за восемь за сто тысяч рублей там раз два три что-то отвалилось чеки и потом ее просто продаю и говорю так ну что какие там сейчас версии краунов популярны давайте чем прикупим на родном правом руле для внутреннего рынка вот поэтому причиной простейшие просто нечего брать на дальнем востоке люди не верят в боевые мерседесы за бюджет 2 и 5 3 миллиона потому что это сильно был с проблемами вероятнее всего у этих автомобилей лексусов мало и они дорогие camry это передний привод это вообще не та машина по сравнению с кронцом поэтому люди голосуют бюджетом 2 5-3 миллиона рублей вот за вот эти автомобили ребята едем на два литера turbo 245 лошадей восьмиступенчатый автомат я каждый день езжу на гибриде пусть там даже 35 мотор но все равно у тойоты гибридное это сто процентов у нее в начале есть лак когда машина там трогается с электро тяги подключается бензиновый мотор и ты так не спеша там все равно какие-то там секунда чуть-чуть с хвостиком у тебя есть лак на турбине этого нет у тебя сразу машина расцветает можно сказать как только ты докасаешься до педали когда едешь за двушкой ты чувствуешь то что у машины мало веса она весит тонну 600 гибрид у тебя весит зависимости там от комплектации я про 3 5 гибриды то есть там машина весит 2 100 то есть он тяжелый это вообще другая машина и здесь вот вот эта разница килограмм ты ее прям чувствуешь и она тебе дает вроде бы приткости когда ты дергаешь рулем но такого на 3 5 моторе на джессе даже у которого ходовая посложнее там распорки тяги там и прочие рычаги и хитрые но он все равно не так рулится то есть вот этот краунец благодаря легкости я уверен он рулится по-другому но это же легкость и тебе дает какую-то неуверенность в автомобиле что ли ну то всего постоянно как бы ху надо но прям вот подруливать то есть прям вот так вот расплыться и динамично ехать не получится но его то и берут два литра зачем чтобы не ехать и мизинчиком вот так вот управлять этой машиной то есть двушку берут ради чего-то лепесточки у тебя есть там режима но на селекторе включаешь и вот что-то там начинаешь прыгать мы не будем прыгать в рядах вот мы просто хотим посмотреть как автомобиль рулится если какие-то различия с 210 как он вообще в потоке себя ведет хотя технически по всем показателям цифровым 245 лошадей сколько крутящего момента все то же самое что и в 210 вот именно по работе мотора я вообще не чувствую отличий то есть динамика в принципе такая же по управляемости вот где-то в поворотах как руля поворачиваешь все-таки 220 более управляемый здесь другая платформа кузова здесь другая проклепка кузова здесь есть распорки кстати говоря они вообще в принципе у всех 220-х эти распорки идут по две штуки на каждую стойку по низу по ходовой части это тоже машина чуть посложнее 210 поэтому управляемость здесь кайфовая опа леворг 2 литра что ли серый ну-ка прочитай какую тут у нас заруба целая нарисовалась ёпт гонимся за леворгом и он уходит потому что он 2 литра турбо двушка леворг хорошо и у него 300 сил и но джесс просто леворга оставляет позади у него нету шансов но 2 литра турбо краун конечно с леворгами лучше не вставайте не соревнуйтесь а то разочаруетесь будете песочек ловить от этого леворга что выбрать 2 и 5 плюс гибрид либо плюс 2 литра турбо я бы выбрал бы наверное все таки гибридную версию потому что 2 литра турбо не дает таких эмоций классных турбового автомобиля это турбина здесь просто в помощь чтобы толкать вес этого автомобиля здесь нету какого-то турбокайфа поэтому плюсов даже по скорости в динамике в старте в помощи бензиновому мотору у 2 и 5 плюс гибрид больше экономия другой расход запуск в любой мороз это все про гибрид он я думаю ликвиднее потому что сейчас мы заправлялись по 51 40 ну прям чувствуется на тысячу рублей там 19 литров заправляешь вот и топливо будет только расти поэтому я бы при прочих равных за там бюджет 2 и 5 2 и 6 я бы взял бы двух с половинчатый крал плюс гибрид может быть выдовый если бы я жил бы в снежном регионе поэтому в двушке турбо не вижу какого-то прям кайфа вы знаете что кайф вот чего нету на всех планетарках гибридов это то что ты чувствуешь как у тебя переключается автомат вот от этого кайфуешь все-таки как он передачи отщелкивает в остальном же не вижу смысла последний вопрос почему я себе не куплю 220 кран просто не нравится катаясь на джессе вообще кайфу как он выглядит внутри салона шумоизоляция вся приборка как отрисована хотя отрисована херня старая уже конечно в следующих поколениях лексусов уже мультимедиа другая все по-другому самая слабая наверное сторона которая есть в лексусе это как у тебя выглядит приборка как у тебя отрисована мультимедиа печка старовато уже но в остальных моментах как она управляется как она едет вообще в целом ощущение от автомобиля оно другое сейчас пока не хочется менять и если менять джесса то только на лс а либо на gsf на 5-литровом моторе 477 лошадей либо на лс и опять же на 5-литровом моторе то есть купить крауна но такое себе мне не нравится решение печки сенса ну как-то попроще в лексусе они сделали очень много кнопок и не знаю кайфую много кнопочек как они сделали салон он просто другой просто кайфую ничего не могу сказать конструктивно как-то сказать чем-то то что эта машина плохая просто не очень сейчас вот нравится просто визуал управление как ты себя ощущаешь как он стоит на дороге нравится все-таки лексус gs ls lc is еще на заднем приводе коротенький тоже мера очень интересная машина кстати говоря есть информация то что следующее поколение краунов будет уже на переднем приводе то что он будет уже более такой зализаны ну в общем прям прям что-то что-то не то что ли будет заднего привода не будет а как это кран без заднего привода они говорят то что для удешевления модели чтобы она с завода выходила по более-менее приемлемой цене им нужно применить такие решения как сделать на переднем приводе посмотрим что будет в реале посмотрим что будет наверное токио мотор-шоу я надеюсь двадцать втором году все-таки будет она проводиться в японии мы на него попадем возможно там будет новый краунец покажем его вам ребят просто нравится сейчас решение от лексуса именно в седанах какие-то кроссоверы джипы вообще не рассматриваю только седаны ребят в конце этого видео хочу вам задать вопрос напишите что-нибудь внизу в комментариях что думаете про экран ваш опыт владения какими-то краунами разных поколений ваша семье возможно был краун купили бы вы за такие деньги 220 210 экран что вообще думаете по сравнению с европейскими брендами будет очень интересно почитать это самая популярная машина нашем канале это просто лидеры просмотров поэтому эта машина на никого не оставляет равнодушными она либо тебе не нравится либо бомбит от ее стоимости либо она нравится просто восторг краун всегда должен стоить дорого краун самая крутая . в общем никто с ней правильной позиции не остается ребят жду вас внизу подпишитесь на канал поставьте лайк пока за предоставленную площадку для съемок спасибо дитейлингу синдикат ссылочка будет внизу посмотрите что делают ребята с тачками компания сфера кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сфера кар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сфера картина